Тогда пока оглашу состав БК Стоктона, 41-й, который сейчас вот штрафной проверки Читов Алексей, номер 23-й, это месье Савельев. Да-да, стоило обновить протокол, просто это Стенькин-Севол, вот именно он без номера играет, вот он именно сейчас, он присутствует на площадке. Вот, если говорить про состав Стоктона, то... Супердой, это не, да? Нет. Сдваиваются, как зубы акулы тут смыкаются сразу, защитные ряды. Ой-ой-ой, какая высокая дуга, это красиво, очень красиво. А это классно, классно, сейчас на замахе убрал Стенькин-Севол. Ой, внушник бегает, и на замахе, неплохо. Кикбаскет, считать пока, но, однако, судья показывает, считать. Ой-ой-ой, какая тут борьба за серию оскоков. Очень такая, суетливая сейчас игра, но в итоге до Воронцевича дошли и успока... Какое-то движение, сейчас дальше. Ищет, ищет, продолжение нашел сейчас. И, но, обострение толком не было, но все-таки удалось... Еще раз буду выводить из-за лицевой линии. Тут, ой-ой-ой, здорово-здорово, нужного нашли, трешка! Оп, и Нужный убирает, пытается убрать. И Кадыров тут тоже на замахе убирает. И довели вверх в итоге. Нужный три открытости делом... И был в отрыв, они сразу же стремительно пытались убежать. Нужный, в угол скинуло, и здорово, здорово! Это своих компонентов заигрывают сейчас игрока под номером. Немного, что вспомнить, Сенкин, это... Да, Сенкин, Севолод, из угла... Три важных популярного аппарата, чтобы так реализовать эту замечательную возможность. И бросают, при этом образуется открытая возможность Кадыров... Стороны столько-то выходит, Клименков, Михаил. И Воронцевич трюльник, и здорово, здорово! Воронцевич три, поверил в себя, но... Было близко, но недостаточно нужный внутреннее забегание. И Кадыров, его не остановили уже. И 10 очков, так и держится примерно дистанция, но столько-то не отпускает. За счет защиты, в первую очередь. Ай-яй-яй, не прошла, поникающая, стоит чуть сильнее. А дать, она как сохраняет все-таки мяч сейчас. 18 номер, Канзаса, не вижу за Тимофеем, что там происходит. Стоктон, горьковый Алексей, с трудом вылыл мяч, играет через заслон. Константин Воронцевич три, есть контакт. В определенный все-таки период времени. Стоктон начал привыкать к игре Канзаса. И за их скоростями они в какой-то момент стали успевать, ребята. Но это, в принципе, логично, потому что от защиты, в первую очередь, строится игра. И вот сейчас проход внутренний. Ну, свойство Гадыров, а там подстраховка не стоит. Замеченный Тимофей выбил, тогда мяч и Константин немного расстроился. Пытаются до последнего борются, ребята. Но, в итоге, просто Тимофеев как-то так, но в остальном дальше не имеет какого-либо смысла так. Выделять, пожалуй. Кадыров и одной рукой. Это роботобросок от защищается, от защищается, ребята, и сдохнут. Вот там, он там забегает 41-й, разворачивается, и оттяжка назад, все. Шансы нет. Нет, 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 пока не заходит. И, в принципе, 15 очков такая дистанция. Но можно, можно попробовать отыграть. И Баранцевич, и от Тимофея, от Тимофея, от Тимофея, от Тимофея, от Тимофея мяч ушел. Тимофею мяч передают. И три от Тимофея, есть. И держится, держится по-прежнему, с крайней дистанции. Кадыров гулян. Сейчас будет входить один в один, Баранцевич против Суфа. Это принципиальный для него оказался момент, и в ответ. Карачин, Альберт. И Кадырову дают бросать. Он может, не самый стабильный, конечно, у него бросок. Но отправляться скоростями Канзаса. И видно, как об агрессии добавили. Стало это все гораздо более комплексным. Но вот Кадырович раз за разом так оставляет его без подстраховки. И элементарно никто не успевает выходить, когда Юнон уже просто оказывается в таком удовольствии. И забивает второй штрафной. Константину, конечно же, это там, ну, видно было, что он там по мячу, по мячу хотел сыграть. Бывает. Ну, а Ларенцевич... Исход встречи уже, так можно сказать, предрешен. Вовсе не было, наверное, такого обязательства. Там Кадырович начинает сразу же выходить и устраивать... ...выходить и устраивать дебаты касательно студейского решения. Добавил субтитры. Добавил субтитры.